Дорогие друзья, приглашаем вас подписаться на наш второй канал «Мир аудиокниги Проза». Ссылка в описании. Людмила Петрушевская. «Такая девочка. Совесть мира». Из цикла «Бессмертная любовь». Читает Марина Кочнева. Теперь она как бы для меня умерла. А может быть, она и на самом деле умерла. Хотя за этот месяц никого в нашем доме не хоронили. Наш дом обыкновенный. Пять этажей без лифта. Четыре подъезда. Напротив, точно такой же дом и так далее. Если бы она умерла, сразу бы стало известно. Значит, она еще живет как-то. Вот гляди. У меня к ящику с незаполненными формулярами приклеена фотокарточка. Контакт. Это она. Раиса. Равеля. Ударение на последнем слоге. Татарка. Ничего не видать на этом контакте. Лицо волосами завешено. Две ноги и две руки. В позе мыслителя Родена. Она всегда так сидит. Даже недавно у меня на дне рождения так сидела. Я ее первый раз наблюдала в отношениях с другими людьми. До этого времени мы общались только между собой. Двое на двое. Она со своим Севой. И мы с моим Петровым. Оказалось, что и танцевать она не умела. И сидела тихо, как мышь. Мой Петров ее вытянул танцевать. Но она после этого танца сразу ушла домой. Да, танцевать она не умеет. Но проститутка она профессиональная. Ее Севка откуда взял? Из какой ямы выгреб? Она только что из колонии вышла. И опять пошла по рукам. А он на ней взял и женился. Он сам в растроганности об этом рассказывал. Но просил под страшной клятвой, чтобы я никому не говорила. Он и про ее отца рассказывал. Как Раиса с пяти лет клеила коробочки для пилюль. Они с матерью клеили для отца. Это отец достал себе такую работу, потому что был инвалидом. А потом мать умерла от сердца в больнице. И отец стал открыто приводить к ним в комнату женщин. В общем, страшные вещи. И как Раиса сбежала из дому, попала к каким-то мальчикам в пустую квартиру. И они ее несколько месяцев не выпускали. И как потом, через сколько-то времени, эту квартиру раскрыли. Но это все история. Это никого теперь не касается. А важно то, что Раиса и сейчас этим занимается. Севка уходит на работу. Она остается дома. Она нигде не работает. Севка ей обед оставляет. Приходит домой, а она даже не разогрела. Даже на кухню не ходила. Лежит целыми днями, курит или по магазинам шастает. Или плачет. Начнет плакать ни с того ни с сего. Плачет четыре часа подряд. И, конечно, соседка ко мне прибегает. На ней лица уже нет. Бегите, спасайте Раечку. Она плачет. И я мчусь с валидолом, с валерьянкой. Хотя у меня у самой бывает такое, и не просто так, без повода, что хоть ложись и помирай. Но что у меня в душе творится, какие тяжести мне приходится выносить, никто не знает. Я не кричу, не катаюсь на неубранной кровати. Только когда меня мой Петров в первый раз бросал, когда он с этой Станиславой хотел пожениться, и они уже искали деньги в долг на развод и кооператив. И Сашу моего хотели усыновить. Только тогда я единственный раз в жизни сорвалась. Правда, Раиса меня тогда защищала, как своего детеныша, и на Петрова прямо с ногтями бросалась. У Петрова моего это по три-четыре раза в год бывает. Такая любовь вечная, бесконечная. Это я теперь уже знаю. А сначала, когда он в первый раз от меня уходил, я чуть было не бросилась с нашего третьего этажа. Я прямо вся дрожала от нетерпения все кончить, потому что накануне он мне сказал, что приведет Станиславу знакомиться с Сашей. Сашу я рано утром отвезла к матери на Нагорную, а потом вернулась и ждала их целый день. А потом полезла на подоконник и стала привязывать кусок провода, который остался после того, как Петров натянул его на кухне в несколько рядов для Сашиных пеленок. Провод был крепкий, изолированный хлорвинилом. И я привязала этот провод к костылю, который давно Петров вбил в бетонную стену, чтобы укрепить карниз. Тогда еще мы только получили эту комнату, и еще Саши не было. И я помнила, что Петров вбил стену почти час. Я обвязала концом провода этот костыль. Но провод был гладкий, и все никак не держалась петелька на костыле. Но я все-таки примотала провод, сделала петлю на другом конце для шеи, как-то сообразила, что куда вязать. И как раз в этот момент с лестницы стали нашу комнату открывать ключом. И я забыла все на свете. Даже забыла про Сашу. А помнила только одно, что они хотят его усыновить. И от этого он уже как будто был для меня испоганеный. Как будто не я его родила. Не я кормила. И я испугалась, что уже Петров со Станиславой в квартиру входят. И рвануло окно за ручку так, что пластырь затрещал. Мы окно пластырем заклеивали на зиму. А в комнате было уже темно. За окном было видно дом напротив. Пустой, без огней. Его еще не заселили. Только неглубоко внизу горел уличный фонарь. И я еще раз рванула окно так, что даже рама подалась. И в этот момент в комнату вошла Раиса и кинулась обнимать меня за ноги. Она слабая, а я сильная и разъяренная была в этот момент. Но она уцепилась за мои ноги, как собака, и все твердила. Давай вместе. Давай вместе. Подожди меня. А я тогда подумала в том плане, что ты-то что лезешь? Что у тебя за печаль? И даже оскорбилась как-то за себя. У меня, можно сказать, жизнь обвалилась. Меня бросил муж. Бросил с ребенком. И ребенка этого хочет отнять. А ты-то что? Но Раиса лезла и лезла коленкой в открытое окно. Хотя кидаться с нашего третьего этажа в глубокий снег без петли на шее — это смешно. И я ее со всей силой оттолкнула и попала рукой по лицу. А лицо было мокрое, скользкое, ледяное. И я спрыгнула с окна совсем. Закрыла окно. А пластырь весь скорчился, и не было никакой возможности его натянуть. Да и руки у меня плохо слушались. И осталось у меня после этого случая только одно. Холодность в голове. Не знаю, то ли Раиса сыграла здесь свою роль. Но я поняла, что все эти бессмысленные метания и поступки по первому крику души — все это не мое. Что ж мне равняться с Раисой? И оказалось, что все действительно надо было делать с умом. Я сделала так, что эта Станислава вскоре стала сказкой. Это оказалось очень легко, потому что Петров мне по своей глупости проговорился, где и кем она работает. А ушимя у нее было редкое. Потом у Петрова пошли другие. Я даже многих по имени и не знала. И плевать на них хотела, а не то, чтобы бросаться и вешаться. И когда он заводил со мной разговор о разводе, я только отмахивалась. На меня не действовал его плач. Его слова о том, что он меня ненавидит, я ему только говорила со смешкой. «От себя, мой милый, не убежишь. Если ты шизофреник, то пойди полечись». Но по правде сказать, у него было безвыходное положение. Выписаться из его комнаты он знал, я не выпишусь. Мне некуда. Нашу шестнадцатиметровую комнату разменять на две невозможно. И еще одно. Когда у нас родился Саша, Петрову на его производстве обещали двухкомнатную квартиру. Поэтому я каждый раз знала, что он погуляет и вернется. Потому что, когда построит дом и встанет вопрос о желающих, тут ему одному да еще разведенному не дадут ничего. А уж когда получим двухкомнатную квартиру, тогда и разменять ее можно, и развестись. Так что каждый раз Петров оставался со мной ждать двухкомнатной квартиры. А может быть, и не в этом было дело. И он возвращался ко мне не поэтому. Потому что я всегда чувствовала, если Петрову по-настоящему приспичит, он не посмотрит ни на квартиру, ни на что. А уйдет, как будто его и не было. И когда кончался у него очередной роман, он начинал оставаться вечерами дома, приглядывался ко мне, как я летаю из кухни в комнату, помогал мне с Сашей, даже брал его из детского сада и укладывал спать, когда у меня бывала вечерняя смена. И, наконец, приносил бутылку полусладкого шампанского, зная, что я это вино люблю. Надо сказать, что я всегда такой момент предвидела и тоже со своей стороны готовилась к нему. Он говорил мне со вздохом. Выпьешь со мной? И я доставала из кухонного буфета чешские фужеры. Это было всегда волнующе, как первое свидание. С той только разницы, что мы оба знали, чем это сегодня кончится. Такие зигзаги нашей жизни придавали ей остроту. И Петров мне шептал, что я самая горячая, самая нежная, самая темпераментная. А Раиса? Она ведь в таких вещах стенка стенкой. Наши знакомые ребята, которые с ней имели дело, нельзя сказать, что спали, потому что все это обычно происходило днем, когда Севки не было дома. И достаточно было застать ее в комнате одну, чтобы очень легко всего добиться. Ребята говорили, что с ней неинтересно. И она ведет себя так, как будто ей не то, что все равно, а даже противно. И она ни с кем не желала после этого разговаривать, как это обычно бывает. Ведь люди не только животные, но и мыслящие существа. Им интересно знать, чем живет тот человек, который с ним рядом. Кто этот человек вообще? Мы иногда с Петровым разговаривали целыми ночами, особенно после его зигзагов, и не могли наговориться. Он мне рассказывал о своих женщинах, сравнивал их со мной. А мне все было мало. Я выпытывала у него все новые и новые подробности. И мы вместе смеялись, правда, очень по-доброму, над Раисой. Ведь все наши знакомые ребята, ну буквально все, даже с родины Петрова, приезжавшие к нам, все перебывали у Раисы. И все нам о ней рассказывали. Вот, например, такой мальчик Грант, земляк Петрова. Мы ему писали, что если он приедет и нас не будет дома, ключ хранится в соседней квартире у Раисы. Она почти всегда на месте. Мы уже давно так сделали, чтобы ключ был у Раисы. Так удобней. И ее ключ был у нас. Чтобы не звонить лишний раз друг другу в квартиры, не вмешивать в это дело соседей. Когда мы оба вернулись с работы, Грант уже сидит на Сашиной диван-кровати. Красный, грустный, рассматривает монографию Сислия. А на детском секретаре лежат Раисины ключи от нашей двери. Мы все сразу поняли, засмеялись. Я спрашиваю, что Раиса раскололась? А он смотрит на нас с испугом, потрясенный. Потом, когда мы ему все объяснили, он протрезвел и успокоился. Рассказал во всех подробностях. Говорит, что когда она открыла ему дверь, то он даже спросил, что вы меня так испугались? Я же не кусаюсь. А она отскочила в угол. Она была в одном халате. Она всегда так дома ходит. И он добавил, что у него было такое впечатление, что она сама на все идет, потому что она боится чего-то, просто теряет память от страха. И от этого потом остается отвратительный осадок на душе, как будто оскорбил кого-то, хотя она ничего не говорила и не сопротивлялась. Но мы его успокоили, чтобы он не волновался. Это у нее со всеми так внешне выглядит. Это она с первого раза производит впечатление маленькой, черненькой, тихой девочки. И танцевать-то она не умеет. И когда к нам приходят гости, она тише воды сидит на Сашиной диван-кровати, и вытащить ее танцевать можно только с большим трудом, потому что она пугается многолюдья. И все наши ребята на это попадаются. У всех просыпается охотничий инстинкт. Все тянут ее из угла за руку, а она прямо вся дрожит и уходит домой. Она на меня и с самого начала нашего знакомства произвела какое-то жалющее впечатление, как новорожденное животное. Не маленькое, а именно новорожденное, которое не умиляет своей хорошенькостью, а прямо жалит в самое сердце. Никакая любовь не мешает этому жалению. Это чистая жалость, от которой перехватывает дух. Началось это с того, что она позвонила к нам в квартиру в четвертом часу ночи, не разбирая, что это чужие люди, что ночь. Я открыла. Она стоит в своем халатике. Щеки мокрые, слезы льются с подбородка, руки в карманах, вся дрожит и просит сигаретку. Я провела ее на кухню, включила свет, нашла у Петрова в пальто начатую пачку сигарет. Покурили мы с ней. Я ее спрашиваю. А где ваш Сева? А она опухшими губами отвечает. В командировке. Просидели мы с ней долго. Я ей кофе сварила, пока она не перестала дрожать. Потом я почувствовала, что Саша во сне раскрылся. Пошла в комнату, закрыла его. Возвращаюсь. Она опять скрючилась на табуретке. Плачет. Что вы, спрашиваю? Наверное, по мужу скучаете? Она подняла голову и говорит. Я боюсь атомной бомбы. Не смерти она боится, а бомбы. Представляешь? И видно, что ни капельки она не играет. Вот чего в ней никогда не было, так это игры. Она все делала то, что приходилось делать, и никогда не притворялась. Вот что в ней было странного? У нее совершенно не было сопротивления, что ли. Что-то в ней было испорчено. Какой-то инстинкт самосохранения. И это сразу чувствовалось. Перед уходом в дверях она заплакала снова и так и ушла к себе. Я не стала ее удерживать. Уже начиналось утро. Мне к девяти было на работу. И потом на работе я всем своим девкам рассказала про свою соседку. Такую девочку совесть мира. Я даже гордиться ею начала. И мы не могли дня друг без друга прожить. Или они с у нас торчали. Или мы у них. Пойдешь за сигаретой? Она просит. Посиди, покурим. И на два часа. Я ей все рассказывала. Вот как сейчас тебе. Я такой человек. Мне легче от этого, когда я рассказываю. И вот мы два часа сидим, мировые проблемы обсуждаем. О жизни, о людях. Я-то спокойно сижу, разговариваю. Я хорошая хозяйка. У меня уже с утра все сделано. Уже и обед готов. И сразу после обеда я в институт сматываюсь, когда у меня вторая смена. А она и не работает, и ничего у нее не сделано, как будто она и не жена Севки. Он и на работу, и в магазин, и домой летит, как сумасшедший, как будто у него там младенец кричит. Придет, все уберет. Хотя от Раисы, кроме полной пепельницы, никакого мусора не оставалось. Тарелок она не пачкала. Севка ей в кастрюльке суп оставит, на сковороде второе. Она даже и не заглянет, даже ложкой не поболтает. Севка и к врачу ее водил. Отпросился с работы и повел. Врач нашел у нее полное истощение и даже чуть ли не дистрофию, как будто человек в блокаде живет. Прописал ей колоть алоэ. Она купила себе шприц. И вот вам развлечение. Колит сама себе в ногу повыше колена. Все у нее по порядку. Тампоны, спирт, бикс для стерильной ваты. Сама кипятит иглу. Откуда-то она это знает. Потом сядет к окну, скажет. Отвернитесь. И такой тихий цыдящий звук раздается. Такое сипение. Я прямо внутренне содрогалась. Смотрю на севку. Он белый стоит, а притолоку опирается. А она говорит. Все, дураки. А сама еще шприц не вынула. Еще следит, как последний осадок из шприца выходит. Так мы дружили. Она с моим Петровым из-за меня столько раз схватывалась. Ругаться она не умела, как следует. А только говорила. Ты настоящая сука. Понял? Наверное, так в колонии ругались. Петров тут недавно одной девушкой занялся. У нас же в институте работает. В лаборатории у Антоновой. Ты ее знаешь. Такая полная, рыхлая, пустое место. И мой Петров заходит и заходит за мной на работу. Хотя знает, допустим, что я во вторую смену и идти домой не могу. И все-таки спрашивает. Идешь домой? Отвечаю, что нет. Тогда не буду тебя ждать. И идет прямиком к той, в лабораторию. И она, как ни странно, ко мне в картотеку стала заходить. А Петров уже тут как тут. Общий разговор. И уже и оглянуться не успела. Как Петров ее приглашает к нам в гости. Он вообще очень любит, когда к нам гости приходят. Просто жить без этого не может. Если вечер у нас пустой, он сидит мрачный, а потом вдруг сорвется и уйдет. И как раз такое время наступило, что эта пустота обязательно должна была чем-нибудь заполниться. Я просто физически чувствовала приближение этого. Я смотрела по сторонам и отмечала про себя всех знакомых девчонок и спрашивала, это или та. У нас в доме в это время бывало много народу. Сашу я почти переселила к маме на Нагорную, хотя у нее там была еще внучка. Каждый вечер гости. Мы с Петровым жили лихорадочно, как на постоялом дворе. Приходили к нам компании с гитарами, приносили вино. Я делала свои фирменные блюда. Колбасу из печенья с орехами в целлофане и жареный лук с желтком и черными гренками. У меня было такое впечатление, что все идет псу под хвост. Все обваливается. Все сейчас разлетится. Потому что, несмотря на песни под гитару и танцы, несмотря на магнитофоны красивых парней и девушек, было у нас в доме в эти вечера насильственно, скучно. И я смотрела на всех этих молоденьких девушек, которые созревали целыми гроздьями в то время, как я рожала Сашу, растила его, ходила по магазинам, кормила и обстирывала Петрова, в то время, как мы покупали магнитофон и детскую мебель для выросшего Саши. Девушки шли в наступление целыми ротами. Красивые, модно причесанные, ловко оборачивающиеся со своими скудными стипендиями и зарплатами, готовые на все, агрессивные. Но я знала, что мне не их надо бояться. Все-таки я своего Петрова знала. И я смотрела на всех девушек и знала, что ему надо Раису. И не просто так, а на всю жизнь. Но, как ни странно, отношения у них не только не наладились, но даже и ухудшились. Она его просто видеть не могла. И все реже появлялась в его присутствии у нас дома. Она не могла ему простить того, что я валюсь с ног от неизвестности, ведь я ей все рассказывала, кроме своего главного подозрения. И потом вот он пригласил в гости эту полную рыхлую надежду из третьей лаборатории. У него есть эта странная привычка. Каждую из своих девушек он обязательно приводит к нам в дом. И я не могу понять, что заставляет его так делать. Иногда я думаю, что он это делает ради меня, против меня, чтобы заставить меня еще больше мучиться и этим сделать свой зигзаг еще более для себя сладостным. Но вдруг я думаю, что я здесь ни при чем, что Петров приводит к нам свою очередную девушку ради собственного спокойствия, чтобы все было честно, без обмана. И та девушка точно знала, на что идет, на что замахивается. А сам Петров после этого как бы отстранялся от хлопот, уходил из мертвого пространства, разделявшего нас с этой второй женщиной, чтобы мы вели борьбу друг с другом, а не с ним. А может быть, Петров не способен на такой утонченный психологизм и просто вначале, когда у них еще дело не дошло до постели, заманивал ту вторую девушку двусмысленной, щекочущей ролью подруги семейной пары. Ведь сам Петров внешне довольно серый, и что в нем находят все эти женщины, я не знаю. Короче говоря, в нашем доме посреди всего этого бедлама появилась эта девушка, Надежда. Мне показалось даже, что Петрову она не очень интересна, что она только мой слабый постельный эквивалент, и на этот раз зигзаг будет недолгий. Очень уж она была покорна, нетребовательна. В ней не было ничего от дичи, которую надо бояться спугнуть. Она была как домашнее животное, которое можно было просто гнать хворостиной. Поэтому я ее пожалела. Мы немного с ней подружились. Мы вместе уходили из института, когда я работала в первую смену. И я постепенно выяснила, что она ничего в жизни не понимает, ни в чем не знает толка, ни в хорошем белье, ни в книгах, ни в еде. Она только слепо чувствовала всей своей кожей тепло и доброту. И тогда, не меняя выражение лица и ни слова не говоря, шла на это тепло. На ее счету было в институте несколько ничем не окончившихся романов и даже беременность, в результате которой ребенок пришел на свет мертвым. Я помнила это происшествие и помнила, что бабы у нас говорили, что так для Надежды лучше. Наша дружба втроем продолжалась довольно долго и еще бы продолжалась, если бы не один случай. Выходя из комнаты за кофейником, я взглянула на себя в зеркало прихожей. Там отражалась часть комнаты и стол, за которым сидел Петров с Надеждой. И я увидела, что Петров осторожно, как ребенка, гладит согнутой ладонью Надежду по подбородку и что Надежда берет эту руку Петрова и кладет ее себе на грудь. Я держала себя в руках, хотя мучилась только одним. Как же так я могла проморгать? Почему я думала на Раису, когда реальная опасность, вот она, вспухла у меня под боком? И это тем страшнее, что Надежда ничего из себя не представляет. Раиса все-таки совесть мира. Раиса все-таки совесть мира. Такая девочка. А тут... Петров пошел провожать Надежду и вернулся в час ночи, истощенный и потерявший все силы, разбитый. Я его не тронула, не стала ничего ему говорить, потому что я знала, в таком состоянии Петров идет к одной цели — спать. И если бы я что-нибудь ему сказала и выгнала бы его, он мог бы спать на кухне, на лестнице, на подоконнике. Он мог бы уйти к Надежде и остаться у нее. Почему-то он пришел домой. Мы читали с грамотно перепечатанные и переснятые лекции и медицинские советы, в сущности, чистейшую порнографию. Мы читали это вслух при севке с Раисой. Но надо сказать, что на них это не производило должного впечатления. Они вежливо слушали, но им это было безразлично, как если бы мы вдруг взялись читать вслух советы больным атеросклерозом. Хотя нас с Петровым эти лекции ужасно до красноты смешили. И для нас начинался тоже некий зигзаг, но он бывал очень непродолжительным и совершенно лишенным того полного душевного умиротворения, которое наступало в тот вечер, когда Петров возвращался в лоно семьи. Так вот, я в расчете на то, что Петров сам собой вернется обратно, и на этот раз не обращала внимания ни на что. Ни на позднее возвращение, ни на то, что Петров совсем забросил Сашу и перестал учить его читать. Но через некоторое время сосед по квартире сказал мне, что всю эту неделю, когда я работала в вечернюю смену, Петров приводил к нам какую-то полную девушку и уводил ее только перед моим приходом. В эти вечера и Саши не было дома. Мама забирала его из детского сада и увозила к себе на Нагорную, так что комната была свободна. Я тут же позвонила маме и попросила ее в виде исключения посидеть с Сашей этот вечер у нас дома, уложить его и подождать моего прихода. Мама не хотела, потому что у нее на Нагорной было много работы. Мой старший брат буквально бросил ей на шею своего ребенка, Ниночку. Но я уговорила маму помочь мне. Пускай брат обойдется в этот вечер без нее. Не помню, что я там наговаривала на своего брата, чтобы только улестить маму и заставить ее приехать ко мне. Мама ничего не знала о зигзагах Петрова, а если бы узнала, она бы немедленно развела нас. Поэтому я ей ничего не говорила, и у нее были довольно хорошие отношения с Петровым. Как я и рассчитывала, в этот вечер Петров опять привел надежду, и они натолкнулись на мою маму. У них там что-то произошло, у мамы с Надеждой. Потому что, я повторю, война шла не у нас с Петровым, а у нас с Надеждой. И это был мой расчет, что Надежда окажется слабой и при виде разъяренной тещи Петрова и при виде плачущего ребенка отступит. Может быть, она и отступила, но не Петров. Он вообще не пришел в эту ночь домой. И похоже стало, что в конце концов он так и не вернется. Несколько раз он приходил домой за бритвой, за носками и рубашками. Потом за магнитофоном. Он одичал, вытянулся и внезапно стал похож на того милого мальчишку, который до потери сознания любил меня когда-то. Я ему ни слова не говорила. Без звука отдала магнитофон и все, что он хотел. А он вел себя строптиво, как будто в уме заранее отвечал на незаданные вопросы. Но я молчала, хотя уже видно было, что никаким благородством его не вернешь. И тут я поняла, что теряю все, весь мир. Только Раиса еще оставалась со мной по эту сторону, а весь мир был по-другую. Мама, напуганная неожиданным результатом своего вмешательства, была рассержена на меня за эту подстроенную встречу. «Саша, я женщина трезвая. Я понимаю, что детская привязанность и любовь не направлены на родителей, как на конкретных людей. Любое другое сочетание лица, фигуры, цвета волос, характера, ума он с такой же силой полюбил бы. Он любил бы меня, если бы я была убийцей, великой скрипачкой, продавцом магазина, проституткой, святой. Но это только до поры, пока он сосет из меня свою жизнь. Потом, все такой же безразличный ко мне, как к человеку, он уйдет. Это сознание его близкой измены каждый раз обескураживало меня, когда я наклонялась обнять его, уже вымытого и лежащего в полутьме на своей диван-кровати. Может быть, этим чувством я была обязана Петрову, приучившего меня ожидать измены. Мама тоже уже не любила меня. Да она никогда и не любила меня как человека. А только как свое порождение, свою плоть и кровь. Теперь, на старости лет, она была болезненно привязана к Саше и к другой своей внучке, Ниночке. А я и Петров, и старший брат мой, и его жена были уже для нее безразличные, просто родные. Я пошла к Раисе и рассказала ей все. У меня, как видно, есть уже опыт в таких рассказах. Я рассказываю всем девочкам в институте, рассказываю даже случайным знакомым женщинам вроде тех, с которыми валяешься вместе три дня в роддоме после аборта. Но Раисе я рассказала не так. Раиса действительно поняла, что она у меня на свете одна. Что здесь речь уже идет не о зигзаге, а о потере жилья для меня и для Саши, о потере надежды на двухкомнатную квартиру, о которой я так страстно мечтала и которая мне даже снилась. Сколько раз в наши ночные разговоры мы с Петровым обставляли ее мебелью. Петров хотел сам расписать стену в кухне, как сикейрас, одной громадной фреской. Хотел расписать даже белый эмалированный поддон от газовой плиты. Хотел расписать холодильник. Это все были мечты. Хотя мой Петров неплохо рисует перышком. Срисовывает из журналов портреты знаменитых джазменов, вставляет их в черные багетики и вешает по стенам. Петров может вести партию фоно в джазе. Несколько лет он выступал в самодеятельном клубе «Победа», пока не почувствовал себя старым для всех этих смотров самодеятельности, для поездок в автобусах по подшефным колхозам, для принудительного аккомпанирования участникам класса сольного пения. Петров освоил и перкаши, и немного контрабас. И несколько раз он пел в сопровождении своего квартета рояль, гитара, контрабас, ударник, английскую песню «Шейкохом». Так она, кажется, произносилась. Но никто не оценил его простой, без хрипации и оттенков голос, его безупречный английский выговор. Он пел не так, как говорил. В этом ведь тоже есть искусственность. Он пел просто, громко, деревянно, монотонно. Но в этом было столько прямоты, столько мужской искренности, беззащитности. Он пел весь напрягшись, как струна, и немного вздрагивал в ритме песни. Я его слушала один только раз, когда Саше было два месяца. Мне было не до Петрова в тот вечер. Молоко прямо-таки раздавливало мою грудь, стояло во всех долечках. И грудь чувствовалась, как деревянная, граненая. Я нервничала, бесилась, чувствовала, что Саша хочет есть. А номер Петрова, как всегда, был в самом конце программы. И вот он, наконец, со своими ребятами вышел на сцену. Они катили рояль, а он нес маленький микрофон, новинку. Долго ударник устанавливал свои перкаши, потом они сыграли Чемберлина, мягкий вальсок, потом, наконец, Шейко-Хэм. Петров пел, подрагивая в такт всем своим длинным телом. И я немного даже заслушалась его. Но молоко вступило в грудь, и я поняла, что надо бежать к Саше. Он сейчас кричит и требует свое. И я встала, хотя песня еще не кончилась, обернулась спиной к Петрову и побежала из зала. Мне было не до Петрова, как мне и сейчас не до него, потому что все во мне занял Саша. Как тогда молоко заняло всю мою грудь, оставив только перегородки. И я до сих пор не знаю, как пережил Петров мое бегство из зрительного зала. И хлопали ли ему так, как он этого заслуживал. Я его не спрашивала. Он мне не рассказывал. Я ему так и не объяснила ничего. Мы вообще в то время мало с ним разговаривали. Не знаю, зачем я все это рассказывала Раисе. Я плакала перед ней, как будто она одна могла меня спасти. Я не знала, чем мне вернуть Петрова. Не только квартира мечта моя рушилась, но и возникал грозный призрак Сашиной безотцовщины. А это самая худшая рана для меня. И, может быть, именно поэтому я так и цеплялась все время за Петрова. Я стану матерью-одиночкой. Саша будет тосковать по мужской руке и уйдет от меня, как только первый встречный товарищ поманит его. Он пойдет за любыми брюками, изголодавшись по мужскому слову и обращению. Он пойдет и в шайку, и в колонию. Я плакала перед Раисой, а она сидела, как каменная в своей позе, на краю тахты. При слове «колония» она даже не вздрогнула. Но наутро я уже просохла. Мне вдруг стало казаться, что у Петрова это очередной зигзаг. Потому что он любит не Надежду. И между нами не было ничего плохого, ни ссоры, ни разговора. Ведь это только моя мама с ним поссорилась. А моя мама — это же не я. И когда я шла на работу, у меня возникла вдруг шалая мысль. Пойти и поговорить с Надеждой. Но потом я это оставила. Ее можно стронуть с места только хорошим для нее. Только заботой о ней и добротой. А что хорошего я могла ей предложить? Только-только она преклонила голову на моего Петрова. И чтобы она по добру ушла от него, она меня даже не поймет. Но главное было не это. Главное было уговорить Петрова, чтобы он хотя бы эффективно вернулся к нам. Пусть ходит где хочет, но чтобы Саша его видел. А как это предложить Петрову? «Все, ведь сам он на это не пойдет. И по моей просьбе тоже». Я пошла к Раисе. И попросила ее поговорить с Петровым по телефону. Так, мол, и так. Что-то тебя давно не видно. Зашел бы, поговорили. Такой вариант разговора, простой и непритязательный, я ей предложила. Она согласилась. Но она согласилась как-то испуганно. Я, правда, на это не обратила внимания. Вечером я зашла к Раисе. Она лежала на тахте и курила. Она сказала мне, что поговорила с Петровым. Что он завтра вернется. Вот и все, что она мне сказала. А потом вдруг, по своему обыкновению, начала плакать. Я принесла ей с кухни стакан воды и побежала за Сашей в детский сад. Назавтра Петров вернулся с портфелем и магнитофоном. В портфеле у него лежали комом две рубашки и носки в газете. У нас было чисто, уютно. Мы завтракали втроем. Саша тянулся к газете Петрова и спрашивал, где какая буковка. Правда, конца зигзагу не было видно. Петров не замечал меня. Мало бывал дома. Но это было лучше, чем полное отсутствие. За делами я как-то не успевала заходить к Раисе. И необходимости такой у меня в этом не было. Все поглотил дом. У Петрова скоро должен был решаться вопрос с квартирой. Я бегала, записывалась на гарнитур, стояла в очереди. Петров уже начал поглядывать на меня вопросительно. Смотрел с явным удовольствием, как я летаю из кухни в комнату, как разговариваю с Сашей. Перед ужином Петров ушел, ни слова не говоря, и вернулся с бутылкой полусладкого шампанского. Он сказал, «Выпьешь со мной?» И я побежала на кухню за фужерами из чешского стекла. Мы чокнулись. Я шутливо сказала, «За Раису!» «За нашего доброго гения!» А Петров ухмыльнулся и как-то зло сказал, что правильно ребята говорили. Она действительно стенка стенкой. Тут только я обо всем догадалась и пожалела, что Раиса так меня предала. И она перестала для меня существовать, как будто умерла. Рассказ прочитала Марина Кочнева. Дорогие друзья, большое вам спасибо за поддержку, за лайки, комментарии и подписку. Реквизиты для выражения благодарности в описании. Всего вам самого доброго! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...